В данной части разберем с вами один из видов ритуального очищения – это аттайаммум. Аттайаммум – это такой вид очищения, который заменяет нам малое и большое омовение. То есть заменяет нам вуду и заменяет нам гусль. При некоторых обстоятельствах и с некоторыми условиями, конечно. Вначале разберем с вами то, как оно совершается. Ну, во-первых, ания, то есть намерение, нияд. Мы уже взяли намерение, да, у нас уже есть нияд. Говорим бисмилля и после этого бьем ладонями один раз, одним ударом или таким хлопком о землю. Все. После этого сунной является сдуть то, что у нас есть на ладонях. То есть сдуть просто с ладони. И этими ладонями протираем лицо. А потом кисти рук. Все. Таким образом я взял аттайаммум. Когда выполняется аттайаммум? Во-первых, таяаммум выполняется, если нет воды для того, чтобы сделать омовение и нет возможности ее достать. То есть у нас мы находимся, к примеру, в пустыне или где-то еще, или даже в городе у себя. Перекрыли воду, например, или закончилась вода в колодце. И нет возможности ее найти и достать в ближайшее время, чтобы успеть в молитве, например. Нет возможности достать воду. Все. В этом случае мы делаем таяаммум. И наша ритуальная чистота будет заслуживающей. Она принята будет. И также и молитва будет принята. Это первый момент. Второй момент. Если, предположим, есть вода, но ее нужно купить. И у меня не хватает денег, чтобы купить эту воду. Да? Вода есть, вот она передо мной в ларьке, в магазине. Но я не могу ее купить. Нехватка денег. Все, я делаю таяаммум. И не важно, нахожусь ли я в состоянии малого или большого полового осквернения. Я делаю таяаммум. Третий вариант. Это если есть также вода. Она вот передо мной. Ее сколько угодно, она обильная. Но я опасаюсь холода или болезни. То есть она на улице холодна, например, скажем, зимой. Если я возьму омовение этой водой, то есть вероятность, что я заболею. Или я уже болею, и есть вероятность того, что я усугублю свою выздоровление. Эту болезнь. То есть будет хуже. В таком случае также делается таяаммум. Вот. Или еще вариант, если есть, например, заболевание кожи. К примеру, скажем, человек получил солнечный ожог. И ему нельзя, врач если скажет, что ему нельзя мочить кожу свою, руки там, лицо и так далее. Он делает таяаммум. Или какие-то другие кожные заболевания, по причине которых ему нельзя делать, мочить их, да, купаться или мыться. Все он делает таяаммум. Что аннулирует таяаммум? То есть что делает его недействительным? Это, во-первых, все то, что аннулирует малое и большое омовение. То есть справление малой нужды и так далее. Это аннулирует таяаммум. И придется его делать после этого по новой. Также аннулирует таяаммум, если нашлась вода. То есть даже если вы находитесь в состоянии ритуальной чистоты, вы взяли таяаммум и вы чистые, не справляли нужду, не было ничего, да. Нашлась вода, которой вам можно мыться, да. Либо вы купили, либо вы вам дали воду, да, колодец наполнился во дворе, например. Все. Независимо от того, были ли вы в уборной или не были, ваша ритуальная чистота аннулируется. И вам теперь необходимо взять омовение полноценное, помыться или скупаться для того, чтобы можно было совершить в дальнейшем намаз. Также из факторов, которые аннулируют таяаммум, это если человек выздоровел и теперь ему можно мыться водой. Или если человек не опасается заболеть, моясь холодной водой. В таком случае также аннулируется таяаммум, и ему таяаммум делать нельзя, и он должен мыться водой или брать омовение водой. Следующий пункт, на который следует обратить внимание, это предположим, что у нас есть вода, и мы можем ее пользоваться, но ее не хватает. Не хватает для того, чтобы сделать полное омовение. То есть, например, скажем, я беру омовение, мне не хватит этой воды, чтобы помыть ноги. Примерно. Или, может быть, ее хватит только, чтобы помыть лицо. В этом случае что нам делать? То есть, мы половину омовения сделали ритуальной чистоты водой, а половину что нам делать? Шейх Ибн Алтамим в своей книге разъясняет, что оставшуюся часть тела, которое нужно мыть, с них мы делаем таяаммум. То есть, я беру воду, мою кисти рук, лицо, например, и все, и у меня закончилась вода. Все. Остались мытье рук у нас, протирание по голове и мытье ног. Вот с них я делаю таяаммум. Или над ними я делаю таяаммум. Понятно? Вот. Также последний пункт, на который стоит обратить внимание, или вопрос, который задают многие, над чем делать таяаммум, над всем чем угодно. В данном случае у нас песок перед нами, да? Над песком. Или будет это гравий, или земля, или что еще может быть? Да, над пылью. Над любой поверхностью, да, можно делать таяаммум. Наемся я, я вам создаюсь... ... Продолжение следует...